приветствую на канале друзья с вами белогор значит сегодня мы продолжим рассматривать интересный труд 1357 года под названием средневековая одиссея христианского рыцаря сэра джона мэндевиле буду зачитывать некими отрывками которые представляют наибольший интерес и будем постепенно рассуждать об этом всем анализировать некоторые факты рядом с этим островом о котором я говорил есть другой остров который называется сумабор или суматра это отметка автора возможно суматра это очень большой остров и его король очень могущественный жители этого острова всегда наносит себе раскаленным железом отметина на лице как мужчины так и женщины из-за того что очень гордятся своим происхождением и желают отличаться от прочих людей страна это называется ява в окружности имеет 200 лик король этой страны очень великий государь и богатый там произрастают всевозможные пряности у короля этой страны есть дворец великий и удивительный и более роскошный чем любой другой во всем мире ибо все ступени ведущие в залы и палаты по переменной сделаны из золота и серебра и также полы залов и палат выложены тонкими золотыми серебряными пластинами и знаете что король этого острова настолько могуществен что он много раз побеждал в сражениях великого хана катая самого великого императора под невосподом будь то по ту сторону моря или поту ибо они часто воюют между собой поскольку великий хан стремится стремится завладеть его землей однако тот король явы всякий раз доблестно отражает его нападение хочется отметить что вот как я уже говорил в прошлых видео вся вот известная земля того времени была поделена кстати говоря довольно неплохое там было общество по сути все выложено было у всех этих правителей золотом серебром и прочими там алмазами говорили что люди там жили бедно но понятное дело простолюдины жили бедно а вот эти императоры они прям купались золоте вот этот великий хан катая который находился в тартарии он завоевал очень много земли и сделал империю тартарию о которой нам никогда и не говорили в учебниках истории да понятное дело про монголо татарская ига много ходила информации вот под этим монголо тартарским игом скрыли информацию о вообще о великой этой тартарии об ее устройстве и что это было нам объясняли что это некий там монголо татарский правитель который от скуки начал завоевывать там многие территории на самом деле здесь немножко посложнее все великий хан катайский был понятное дело он из азии какие там были у них национальности и народы непонятно как какого какого цвета кожа и какая внешность была у этого хана тоже непонятно это целый рот этих тартар который назывался так далее продолжим далее интересная информация после этого острова идут по морю океану мимо многих островов к острову который называется на кумера это очень большой остров обильный и красивый он имеет более 1000 лик в окружности мужчин и женщин на этом острове собачьи головы и они называются кинокефалами и они вполне разумные и понятливые за исключением того что поклоняются быку к своему богу каждый из них носит золотое или серебряное изображение быка у себя на лбу знак того что они действительно любят своего бога и они ходят полностью обнаженными за исключением небольшого куска ткани который прикрывает их колени и детородные органы это великий народ и хорошие воины и у них есть большие щиты которые закрывают все тело сражаются они копьями король этого острова очень богатый и очень могущественный также он благочестивый согласно его религии он носит на шее орелья из трехста очень больших восточных жемчужин нанизываем их на нитку как у нас янтарные четки также как и мы он произносит свои молитвы перебирая бусины четок таки этот король каждый день благочестиво приносит триста молитв своему богу перед едой и он носит также на шее прекрасный и благородный восточный рубин фут длиной и пять пальцев шириной ибо когда они выбирают своего короля то вручает ему этот рубин чтобы он носил его в руке проводит его верхом на лошади верхом по всему городу из этого момента и впредь все повинуются ему и он всегда носит этот рубин на своей шее ибо если у него нет этого рубина то никто не будет признавать его королем великий хан катая очень сильно желал заполучить этот рубин но так и не смог добиться своей цели ни с помощью войны ни за любую цену этот король настолько справедлив соответствии со своим законам и очень хороший правитель что люди могут безопасно ходить по всей его стране и носить с собой все что пожелаю ибо никто не осмелится ограбить их так немножко отступлю скажу что помните всякого рода легенды и картинки которые ходят в интернете про киноцефалов александр македонский захватывал все страны он наткнулся и на этих киноцефалов плюс про них очень много написано разного рода книгах о том что они реально существовали далее здесь пойдут еще остальные расы которых мы тоже слышали здесь о них описывается из этой земли идут к другому острову который называется силха автор предполагает что это цейлон автор перевода этого текста он имеет в окружности добрых 800 миль на этом острове много невозделанной земли ибо там водится так много змей драконов и крокодилов что ни один человек не осмелится остаться там описывает крокодила крокодилы это змеи желтого цвета и полосатые сверху имеющие четыре лапы и короткие бедра и большие когти некоторые из них имеют пять морских сажений в длину а некоторые 6 8 и даже 10 когда они проходят по песку то создается впечатление будто тащит большое бревно там водится также много диких животных а именно слонов ну вот так вот описал нам крокодила рыцарь на то есть это большая змея говорит на том острове есть большая гора посредине горы на вершине на очень красивое равнине находится большое озеро изобилующее водой тамошние жители говорят что адам и ева плакали на этой горе сотни лет когда были изгнаны из рая и пролили так много слез что из них образовалась вышеупомянутое озеро на дне этого озера много драгоценных камней и больших жемчужин на одном из островов живут люди большого роста как гиганты они имеют очень уродливую внешность у них есть только один глаз находящийся посредине лба они питаются сырым мясом и сырой рыбой на другом острове по направлению к югу живут люди уродливого вида и злого нрава у которых нет головы уши у них находится на плечах а рот искривлен как подкова и находится посередине груди опять же когда александр македонский захватывал страны он наткнулся на таких людей есть их описание даже в древних текстах третий остров населяет люди с плоскими лицами без носа и без глаз но у них есть два большие круглых отверстия вместо глаз рот представляет собой щель без губ на пятом острове живут люди маленького роста как карлики однако они вдвое выше ростом чем пигмеи и у них нет рта но вместо рта у них небольшое круглое отверстие и когда они хотят поесть или попить они вставляют на него трубку или тростинку и так питаются они не имеют языка не умеют говорить а только свистят как гадюки они обращаются друг с другом с помощью знаков в шестом острове живут люди с большими длинными ушами свищающими до самых колен на седьмом острове живут люди с лошадиными ногами они сильные и крепкие очень быстро бегают и баловит на бегу диких зверей на восьмом острове есть люди которые ходят на четверенках как звери на девятом острове есть люди которые являются одновременно мужчинами и женщинами много других разнообразных людей непохожего вида живет на других островах о которых было бы слишком долго рассказывать поэтому я их опускаю идя от этих островов морем океаном на восток после многих дней пути приходишь к большой стране и великому королевству которого называется манзи она находится в большой индии это самая лучшая самая прекрасная земля во всем мире самая восхитительная и изобилующее всем чего только может пожелать человек там живет много христиан и сарацин ибо это хорошая большая страна в ней находится более двух тысяч больших богатых городов из-за плодородия страны там проживает больше людей чем в другой части индии в этой стране нет ни одного нуждающегося человека ни одного кто просил бы милостыню его жители очень красивый народ но все они бледные мужчины носят редкие оборотки и много волос но длинных но вряд ли найдется здесь хоть один человек у которого была борода была бы хоть на 50 волос но просто один волосок торчит там а другой здесь как в бороде леопарда или кошки в этой земле а женщины более красивые чем в любой другой стране за морем и поэтому некоторые называют эту страну албанией так как этот народ имеет белую кожу некая большая и малые индии здесь описываются по историческим данным как бы в самом деле большая индия это как бы я нет не точно знаю историю но она распространялась далее на за индийский полуостров как бы большая индия называлась потому что у меня множество раз возникает такое ощущение что тут некоторые земли прямо описываемые которые возможно могут лежать в антарктическом круге который описывался в карте урбан и монте там тоже множество континентов которые лежат по кругу от наших континентов возможно описание даже этих континентов есть здесь очень трудно ориентироваться потому что большинство городов названы по-другому те кто знает хорошую историю могут в комментариях если они видят что-то знакомое могут описать что что за страной это были главный город этой страны называется лакорния он находится на одном дне пути от моря и по размерам превосходит париж в этой стране есть белые куры без перьев но с белой шерстью как у овец в этой стране замужняя женщина носит на голове знак в виде ноги чтобы отличаться от незамужних то есть тут такой есть момент и в великой тартарии и в этой стране и вообще я так понял по во множестве стран того времени женщины замужние носят на голове отличительный такой знак что они как бы замужем это отпечаток такая стопа здесь объясняется что якобы женщина находится там во власти мужчины как бы то есть таким образом показывается что вот то есть ну такие нравы были в то время в современное время уже немножко попроще в этом плане также в этой стране есть животные выдрессированные людьми нырять в воду и реки в глубокие пруды чтобы ловить рыбу и жемчуг люди звери невелики по размеру и называется лоурес и когда люди бросают их воду они ловят большой больших рыб и приносит их людям дело в том что до недавнего времени я бы не заметил этот момент но дело в том что у меня была разбор книги которая была найдена смитсоновском институте о охоте на древних животных там есть и драконы и единороги и огромные какие-то змеи там же на одной из картинок было нарисовано что люди приручили неких животных таких которые ныряют им за рыбой постоянно вот это вот видимо это и есть во многих днях пути от этого города другой город один из величайших в мире который называется касай то есть небесный город интересно что это за город явное отличие от того города катаев которому восседает великий хан но это где-то я так понимаю не в азии этот город находится потому что здесь есть описание он имеет добрых 50 лиг в окружности и густо населен в такой степени что один дом состоит из добрых десяти домов в этом городе есть 12 главных ворот и перед каждыми воротами большой пригород занимающий три или четыре лиги в длину этот город состоит из озер как венеция в нем более 12 тысяч мостов и на каждом мосту есть прочная башни за которыми живут стражи охраняющие город от великого хана потому что эта земля ограничит с владениями великого хана то есть этот великий хан наводил там ужас вообще на все прилежащие страны такая политическая карта была то есть великая тартария которая занимала почти там всю евразию он щемил потом всю европу там китай щемил внизу там на карте и вообще все остальные еще острова уже он завоевал всю эту землю евразийского континента и уже переходил на острова там и наверное европу бы завоевал если бы там не устроили всемирный потоп и какую-то ядерную войну через весь город протекает большая река и там обитает много христиан и купцов и других людей из разных стран коса королевская резиденция где обычно живет король манзи а также много христиан монахов из ордена нищенствующих братьев значит этот рыцарь в прошлом видео рассказывал что он служил великому хану и воевал с королем манзи возможно касай это китайский город как манди какое-то имя я так понимаю по более похоже на азиатская китайская в современном ее понимании поэтому этот город скорее всего возможно находился в китае так как он назывался касай и или небесный город то есть в китае очень распространен культ небесности там всякого рода так возможно но это по сути по описанию я думаю что это где-то около индии потому что и здесь описывается возможно но тут говорится что морем океаном эти то есть описание очень трудные трудно понять где это все находится затем переправляясь через большую реку которая называется далай это величайшая пресноводная река во всем мире ибо даже в самом узком месте она имеет более четырех лик в рину и затем снова оказывается на землях великого хана эта река протекает через землю пигмеев людей небольшого роста не более трех локтей высоту но весьма красивых и ловких как мужчин так и женщин они вступают в в брак когда им когда им всего полгода от роду и рожают детей и живут они самое большое 6 или 7 лет а того кто прожил 8 лет считают стариком эти люди превосходят любой другой народ в мире по своему искусству работы золотом серебром хлопком шелком и прочими вещами значит интересный факт то есть опять некие низкорослые люди которые живут очень мало хорошо обладают владеют искусством ювелирки так некая отсылка к современным легендам там а гномах дворфов всяких которые живут под горой там и делают превосходное украшение они часто воюют с тамошними птицами которых ловит и ездят на них это низкорослый народ не обрабатывает землю и не возделает виноград но среди них есть большие люди нашего роста они-то и занимаются этими работами и к тем людям нашего роста они относятся с большим пренебрежением и насмешками как мы относились бы к гигантам если бы они жили среди нас так еще один интересный момент люди эти воюют с птицами опять есть такая легенда что некий там низкорослый народ вел очень серьезную войну с птицами да там со всякими всякого рода лебедями и прочее кстати говоря опять же в той книге которую и про которую я делал недавнее видео из митсеновского института тоже была гравюра которая показывала войну этих маленьких людей с птицами интересно то есть это подтверждается во многих источниках возможно что наш мир был совсем другой в то время из этого города через многие большие малые города идут городу который называется джали чай или янчоу это благородный и богатый город приносящий большой доход и туда приезжают за самыми разными товарами этот город ежегодно приносит значительный доход синьору страны ибо он получает каждый год с него 50 тысяч кумантов золотых флоринов ибо они считают там все в кумантах а каждый кумант составляет 10 тысяч золотых флоринов сочтите же теперь какую сумму он получает король этой страны очень могущественный государь но в то же время является подданным великого хана катая великий хан владеет 12 такими провинциями в этой стране в городах соблюдается хороший обычай для всякого кто устраивает праздник для любого из своих друзей в каждом городе есть некие гостиницы где каждый может сказать трактирщику устроим не завтра праздник на такое-то количество людей и называет количество и описывает блюда а затем говорит я хочу потратить столько-то и не больше и трактирщик тотчас устраивает все соответствии с его желаниями и лучше и намного быстрее и дешевле чем если бы кто-то устраивал праздник у себя дома вот были развитые значит скажем так всякого рода услуги по празднику там по созданию всякого рода мероприятий значит это была очередная часть из книги средневековая одиссея значит еще множество интересных фактов есть и я дальше пишу их своих видео оставляйте комментарии что вы думаете по этому поводу если какие-то исторические предпосылки в современные названия городов перекликаются ли с описанием этих городов до встречи в следующих видео и